До качки. Ну, а я чуть позже, там, на 20 секунд зайду, как только вы напишите в рейде, готов, там нажмёте. Мы можем начинать. Давайте, друзья. Sudden Death просто. Игра на вылет. Деловой центр. Доедешь, понеслась. Воу. Требуют парни поддержки, конечно, им она сейчас очень нужна. И вообще, вот, негатив. Насколько, насколько важна психологическая составляющая в Point Blank? Она важна очень на лане, когда нервы зашкаливают. Особенно у людей, которые играют первый, там, второй, третий раз. Еще не имеют богатого опыта. У них трясутся руки, поджилки, там, все, что можно. Вот. И как раз моральная поддержка нас заряжает. И вот этот мандраж перерастает в какую-то уверенность сразу. Так, ну что, в принципе, понеслась. Мы смотрим, Киев-тим атакует. EWC Creators защищаются. Смотрим сразу на карту. Пока что фрагов не было. Уже какой-то замес начинается. Небольшие первые перестрелки пошли. Два минуса равный размен. 4 в 4. Ну и посмотрите, что происходит. Да, кстати, самое главное, что я хотел сказать, что, ребят, мы комментируем без инфы. То есть, по факту, когда уже игроки это знают и понимают, мы комментируем. Так, какие-то там ставят бомбу на B, я не скажу никак. Потому что, ребят, меня слышат прекрасно. И я даю игровую инфу. То есть, я комментирую без инфы. Зрители меня поймут. Такое, в принципе, в Киеве тоже практикуется постоянно, когда матчи на сцене. Ну, а пока у нас уже остается в первом раунде один игрок в защите. Это Форестер против четверых игроков. Конечно, ему нужно сейчас подсобраться. Серьезно включить боевой режим и уничтожить. Но в поинт-бланке это очень тяжело сделать. Бомба стоит. Остается 9 секунд до взрыва. И, конечно, уже нужно... Ну, я бы хотел сказать, что сейви девайса нету смысла. Это не Counter-Strike. Поэтому можно идти в бой. Негатив. Вот ты вот этих парней часто встречал вообще на сервере. Знаешь кого-нибудь из... Вообще ни одного не знаю. Ну, это хорошо. Играет очень-очень много людей. Поэтому сложно найти... На самом деле, я, наверное, изменил свою ставочку в пользу KF Team. Потому что я посмотрел на их эквип. И такие более подготовленные, по-моему, как раз они. То есть у них правильные маски, правильный конфиг. Вот. И звание не так решает, на самом деле, в этой игре. Да. Ну, что, продолжаем смотреть 1-0 в пользу KF Team. Матч продолжается. Война. Первый минус от Ангела с гранаты снимает. Он кикнулся. И преимущество снова у атаки. Минус 2 от них уже прошло. Нужно разыграть сейчас большинство. 5-3. И, я думаю, KF Team пока что успешно с этим справляются. В предыдущем раунде продавили Аплент. Сейчас, в принципе, мы уже можем говорить, что тоже был продавлен Аплент очень хорошо. И сейчас King of Kiss. Оу, King of Kiss. Покажись. Мне очень интересно, где этот парень. Но хорошо отсиделся и неплохо зажег. Дал целую серию минусов. 2-0. Из потери забрали раунд вообще. Уверенно. Вообще, что мне больше всего нравится в киберспорте, это ники. И появление ников. Вот, король поцелуев до 14. Мне просто интересно, кто этот. Мне кажется, это второй слева. Второй слева. Самый взрослый такой, да. Да, да, да. Самый юный представитель Киев-Тим. Я уверен, что он король поцелуев. Так, ну что, продолжаем смотреть. Пока что без размена. 5 в 5. Все живы. Оу, очень... Ну, все просто как в КСе. Сплит-раунд на А только что сделали. Зрителям Кейсерам, которые смотрят нас в интернете. Могу сказать, что эта карта практически аналог Дедаста 2 в Counter-Strike. Только название точек поменяли их местами. А, Б, Б, А. Ну, и есть дополнительный респаунд Контроф. Он верхний. С которого можно просматривать Б. И можно выйти в парыч. 3-0, 3-0. Здесь действительно чувствуется, да, команда Киев-Тим, что она сильнее? Пока игра в одни ворота практически. Да, может быть, конечно, это сила от атаки, сила атакующей стороны. И при смене сторон мы будем наблюдать зеркальную игру. И вот EVC Creators соберутся и будут точно так же сдавать в атаке. Но для начала, вот для морали им нужно взять хотя бы парочку раундов, играя сейчас в защите. Вот снова первый минус делает Киев-Тим. И они пока что доминируют на карте. Мы видим, ну, абсолютно свободно гуляют по всей территории ДЦ. Оу, ангел. Хорошая граната. И уже 5 на 2 просто. 5 на 2. Мачете остается. Ну что, давайте посмотрим. Мне нужна гитара. Значит, озвучить сейчас мачете. Ну, а, наверное, у негатива мы немножечко поспрашиваем. Все-таки, ну, не знаю, негатив. Можешь подсказать 3 таких, знаешь, самых популярных вот в данное время каких-то стратегий на карте ДЦ за атаку, вот. Вот, допустим, ну, выход миддл плюс ульт, ну, тэшка. Игра более быстрая. И здесь у сильных команд более популярные быстрые стяжки. То есть идет игра от минуса. А рассредоточился более-менее для контроля карты. Делается минус. Пошла быстрая стяжка с откидками, фейками и прочим. То есть, а вариация этого моря. Хорошая встреча в зигзаге. И посмотрите, вот просто по стрельбе сейчас доминирует Киев Тим. Снова минус 2. И, ну, что можно сказать? Вот, наверное, дополнить слова негатива, что собирают какую-то инфу игроки атаки. От этой информации уже начинают строить раунд. Ну, в принципе, как и в КСе, самое главное, там, играть от дефолта. Дальше собирать инфу. Растянуть защиту. Может быть, где-то фейкануть, обмануть. И дальше разыграть раунд. Но не в этом матче Киев Тим очень сильно, конечно, сейчас выиграют. 5-0. Пока что матч в сухую. Ну, и нужно как-то в ИВЦ Крейтерс, ну, что-то вот, что-то, может быть, изменить в своей стратегии. Что-то поменять. Что-то попробовать, возможно. Потому что не так много шансов. Очень быстрая игра. Не так много раундов. И, конечно же, sudden death. Просто игра на вылит. Сейчас проиграл и смотреть за чемпионатом со зрительского зала. Вот, кстати, смотри, первый минус, да, по-моему, у нас? Два минуса первого. От защиты. Два минуса. Вот, 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 вот первый раунд. Может и получиться. Смотрим на карту, что у нас, как у нас расположены игроки. Но вот тут главное сейчас не ошибиться. Ой-ой-ой, минус от King of Kiss. Вот тот самый парень. Он пробивает точку по смо... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это проблемы для защиты. Сейчас, если парни хорошо доиграют... Хотя, может быть, и нет. 2 в 4. 2 в 4. Минус от короля поцелую. Второй фраг он делает в этом раунде. Ну что, негатив? Как ты думаешь? Смогут? Я думаю, что King of Kiss после этой игры будет просто самым популярным мальчиком в школе. В школе поинт-бланка. Ну что ж, стоит бум. Ну если мы угадали, кто это, то все-таки в школе. Валерчик минус сделал. Посмотри, уже 2 в 2. Как играют раунд? 2 в 4. Ну так нельзя ошибаться. Вот EWC Creators должны просто выбить. В моральном плане. Вот он минус откикался. И 1-2. King of Kiss мансуется. Время не 12 секунд. Минус делает. Третий фраг. Ну, остался 1 в 1. И победа красных. Еще один фраг. King of Kiss. И это, по-моему, минус 5 с дефьюзом. По-моему, минус 5, действительно. По-моему, Эйс прошел. Ну, так мы называем, минус 5. И бомбу поставил. И бомбу поставил. Как классно сыграл. Там 8 холсов было. Мансовался. Ну, очень тяжелая ситуация. Трудная была. И он очень четко из нее вышел. И вот у нас уже война на длине. Сейчас попытаюсь переключиться. Был уже Валерчик минус 2. Ну, где же этот просто мачете? И еще один минус. Это атаки. Посмотрите. В этом раунде Киев Тим просто... Немножечко поменяли направление атаки. Сыграли вот длина плюс зигзаг. И снова получилось. Хорош, Валерчик. Вот так вот меня вчера просто изничтожали на мясе. Вот такими бомбами. Я первый раз в 5 не понял вообще, что это было вообще. Надпись бум. Я думал, что это с базуки меня кто-то бомбит постоянно. Такое бывает даже у топовых команд. Да, да. Гинтетка. Что? Хэдги остается уже мертвым. 7-0. 7-0. 7-0. Первая половина. Киев Тим довольны. Но расслабляться не стоит. Смена сторон. И сейчас очень важно взять Киев Тим этот раунд. Потому что, возможно, EWC Creators смогут в атаке сделать то же самое. Я вот наблюдал во многих играх такие мега камбэки. Ну, конечно, можно оставаться пессимистами и уже говорить, что Киев Тим сделали очень много для своей победы. Но мы всегда верим в камбэк. Посмотрим, что сделает EWC Creators, которым уже нельзя просто ни одного раунда проигрывать. Им нужно тащить игру на овертайм. 7-0 нужно сделать. Извините. Это вот негатив негативит на микрофоне. Старайся, пожалуйста, чуть-чуть удобно. Потому что тебе очень сильный. Да, по-моему. Ну что, мы готовы. Ну, в принципе, парни все написали ready. По-моему, сейчас уже у них начнется бой. Да, пошел отчет. 2-1, гол. Ну, и я чуть-чуть позже начинаю. Потому что вчера у меня какие-то были проблемы с дисконнектами. Если я вместе с командой начинал с гейм-откаунта. Да, все. Теперь я тоже могу войти в игру. Ну что ж, друзья, вторая половина. Смена сторон. Киев Тим. Синие. Они защищаются. EWC Creators атакуют. Они красные на карте. Ну и 7-0. Напоминаю, счет первой половины. Киев Тим. Нужно выиграть всего лишь один-единственный раунд. Ангел уже в действии. Он уже воюет. Смотрите, закрывают дымом выход на B. Здесь, конечно, выход не просто двери. Там еще и стекла есть, которые очень напрягают. Конечно, на кейсера бы удивились. Здесь вот, наверное, из точки держать очень тяжело. Но парни умудряются это делать. Так, король поцелуев делает минус. Где же тут зверюга? Вот он, King of Kiss. И еще от него минус Какашко. Минус 2. О, боже, какой ник замечательный. Рисава. Рисава остается один. 5 против одного. Эпичная ситуация. Это матч-поинт. И, по-моему, да, он завершается. Победа Киев Тим со счетом 8-0 в этом матче. Да, первая игра прошла очень быстро и жестко. Ну, что могу сказать, ребят. У нас пока что будет небольшая пауза. Мы сейчас будем выбирать, да, следующую пару, кого мы будем смотреть. Мы сейчас посмотрим, кто играет, кто самый сильный. Я сейчас по никам посмотрю. Вот. Скорее всего, это будет трибунал против ублюдков. Ну, я пока немного поздороваю. Все-таки всем немножечко мозг этой эпичной музыкой из Point Blank'a.